Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинацкий, и сегодня мы с вами начинаем ивент в честь Дня Всех Влюблённых. Очень ароматышно, поэтому можете прямо сейчас поставить лайк, подписаться на канал, ну и, конечно же, не забывайте оставлять комментарии. И как, в чём заключается ивент? Если честно, разработчики поленились, не создали дополнительные уровни, но нам это не страшно, мы вот заходим вот в эту, если я не ошибаюсь, так, нет, я ошибаюсь, видимо, не вот в эту. Возможно, в эту, нет, и не вот в эту, блин, да что же, а, вот, наконец, заходим вот в эту вкладочку, и тут у нас с вами есть разнообразные пиньяты, которые мы сегодня будем открывать. Открывать будем, я думаю, на всё, что есть, у меня, в принципе, хватает деньжат, мы можем открыть разных пиньят, и давайте, наверное, потихоньку начинать. Так называемые Дня Валентиновские пиньяты, кстати говоря, отлично, что мы прокачиваем ещё и Тайгер Гресс, это тоже очень хорошо, потому что, так или иначе, я бы хотел её получить. Васаби Уип тоже неплохо, офигенно, ещё и Инфорс Мяту мы прокачиваем, это вообще идёт в честь, скажем так, конфеточек, поэтому это вообще прекрасно. Давайте откроем ту же самую, но за бриллианты, посмотрим, что у нас здесь упадёт. Ещё пять семян Тайгер Гресса сойдёт, это всё очень хорошо, на самом деле, это всё нам пригодится. Пять семян Бламинг Харт, тоже хорошо, по-моему, они как раз-таки открываются за нужное количество семян, поэтому это в тему. Ну, Снэп Пи, у нас остаётся всего лишь 57 семян, чтобы открыть его до конца, это меня тоже радует. Давайте сразу не будем долго тянуть, сразу открываем ещё. Здесь у нас с вами ещё Пауэр Мята, Инфорс Мята, ну, как бы сойдёт, опять же, в честь конфеточек идёт, это всё в тему. Ну, Васаби Уип мы сегодня не прокачаем, потому что у меня не будет денег, но качнём обязательно потом. Блуминг Харт всё ещё продолжаем прокачивать, тоже нормально, хотя, в принципе, ну, мы довольно-таки далеки от того, чтобы качнуть её, так сказать, до конца. Снова Васаби Уип, опа, опа, Хот Дейт, друзья, и это для нас выливается в 70 семян уже, неплохо. И продолжаем прокачивать Снэп Пи, замечательно, здесь вообще 52 осталось всего лишь, я надеюсь, что так или иначе мы через какое-то время сможем его приобрести. Ещё Хот Дейт, остаётся там 120, по-моему, да, Васаби Уип ещё один, и Инфорс Мята, отлично, очень хорошо экономим на конфетках. Так, последнее за бриллианты открываем, давайте смотреть, здесь, о, Редстингер это самый худший вариант, который, наверное, мог выпасть, это абсолютно неинтересно. А вот ещё опять семян Снэп Пи, это очень интересно, 47 семян нам, по сути, всего лишь осталось вкачать. И последняя пиньята у нас идёт за монеты, давайте посмотрим, что здесь дропнется. А здесь у нас дропается снова Редстингер, который, конечно, особого интереса не представляет, а вот Снэп Пи представляет. Блин, меня прям радует, нам реально осталось здесь всего лишь 42 накопить, и я думаю, что это не так уж много времени должно занять. Как только будет ивент, скорее всего, мы сразу сможем это приобрести. Блин, есть, конечно, прикольные здесь такие, я бы сказал, варики, которые заключаются в 30 пиньятах. Ну, блин, 500 рублей за 30 пиньят это вообще невыгодно, друзья. Уф, очень это дорого звучит. Поэтому я думаю, что, кстати говоря, мы можем приобрести хот-дейт за 900. Ну, тоже, тоже как бы такое себе. Друзья, приходите обязательно на стримы, участвуйте. Ваши донаты помогают мне приобретать новые растения. Буду вам за это, конечно же, максимально признателен. Ну, а мы тем временем давайте отправимся в погоню за пенни. Немножко поиграем здесь. Здесь у нас сейчас просто левел ап идёт. Левел ап идёт, кстати говоря, вот этого растения довольно-таки забавного. Давайте же посмотрим, что из себя представляет сегодняшняя погоня за пенни. Я бы сказал, такая, опять же, Дня Валентиновская. Ага, всё ясно. Надо просто выжить. Берём себе щит. Я думаю, что замечательно зайдёт зомби восьмого уровня. Довольно сильные, сразу же хочу подметить. Здесь у нас с вами ночной уровень нет, солнышко, соответственно, нет смысла брать вот это. Но возьмём обязательно голдблюм. Здесь он будет очень полезен. Ну что, ребят, в честь Дня Святого Валентина я предлагаю брать растения ментального характера, которые влияют, так сказать, на волю и на разум наших противников и будут, соответственно, нам помогать. Вместо того, чтобы дамажить противников, мы заберём их на свою сторону. Так, где моя Каули Пауэр? Вот в чём вопрос. Дайте мне мою Каули Пауэр. Вот она. Хорошо. Так, у нас ещё что-то. Вот это берём. Замечательно. Что ещё у нас есть из влияющего на разум? Сталию возьмём. Она влияет таким образом, что замедляет, в принципе, противников. Считаю, что это подходит. Ну и, наверное, особо больше-то и нечего взять из этого. Поэтому давайте просто возьмём взрывную мяту. А вот просто за компанию. Почему, блин, нет? Погнали. Погнали, друзья. В честь Дня Святого Валентина сейчас мы будем гасить. Будем гасить и косить, и вообще всё по-жёсткому делать. Выставляем сразу же ряд из грибков. Они, конечно, в долгосрочной перспективе нам понадобятся. Но, так или иначе, они всё равно будут нужны. Поэтому можно сразу же начинать их ставить. Кстати, обратите внимание на довольно прикольный факт. Мы не сможем... Хотя мы мятой можем раздамажить, в принципе, вот эти все темы, да? Надгробия. Да, я думаю, что мы, ну, как бы таким образом и сделаем, скорее всего. Давайте, наверное, швабру потихоньку тоже ставить. Я надеюсь, что она сработает. Ага, не, не сработает. Ничего страшного, в принципе, сойдёт. Надгробия потихонечку гасим. Швабра потихонечку работает. Также давайте куда-нибудь сюда поставим сталью, чтобы замедлить. Ну, нам бы пока даёт, конечно, хорошо вставить. Это было бы вообще идеально. Такс, ну и всё. Начинаем копить по чуть-чуть. Видите, нам остаётся одно солнышко, чтобы поставить ещё вот это. Замечательно. Сюда поставим сталью. Сюда. И я думаю, что швабру, наверное, есть смысл ставить сразу. Она, конечно, в самого невыгодного ударила, но это не особо принципиально. Так, ну что, давайте, наверное, мяту заюзаем. Она, к сожалению, вообще ударила не туда, куда нужно. Ещё и заблочила мне, блин, возможности. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Бывает такая ситуаэшн. Бывает. Не расстраиваемся. В принципе, на вас класс выжить не так уж долго. Я даже особо-то не хочу, на самом деле, мутовать в грипп, потому что у нас солнышек более-менее хватает. Продолжаем ставить каули пауэр в том числе. В принципе, всё более-менее норм, друзья. Я вам так скажу. Не могу сказать, что здесь прям какая-то безвыходная ситуация. Вроде бы всё выглядит довольно-таки успешно. Мне бы, конечно, вот хэдэ бы побыстрее, чтобы работал бы. Чё-то многовато зомби собралось-то, честно говоря. Но, но-но-но, мы можем сделать вот так. Па. Спасибо большое, швабра. Как всегда, вовремя. Идеальный просто тайминг. Просто идеальный. Я даже не хочу это комментировать. Просто большое спасибо. Ну, опять на эту же линию. О, май гад. Почему швабра меня так не любит? Просто объясните мне, пожалуйста. Я этого просто в душе не понимаю. Нафига я ультанул именно сюда? Вот можете мне объяснить, ребята? Я, я в шоке с этого, реально. Ладно, ладно, ладно. Не страшно, бывает. Бывает всякое. Ладно, давайте мяту используем, наверное. И, в общем-то, закончим этот уровень. Очень даже успешно. Ни одной ульты мы даже вроде бы не использовали по итогу. Очень эффективно отыграли. Так, хорошо. При этом мы ещё и выполнили дополнительное задание. Мне кажется, что День Святого Валентина начинается не так уж плохо. Так, что у нас здесь дальше? Здесь у нас, кстати говоря, нет вообще ничего. Поэтому по-быстренькому пройдём с пятью этими. На пятом уровне. Просто за денежки. Потому что нам особо не принципиально, на самом деле, как здесь выжить. Тем более, что у нас есть прекрасный, прекрасное дополнительное задание. Чтобы зомби не растоптали. О, кстати говоря, здесь такая ситуация, да? Ну, меня, в принципе, это устраивает. Поэтому давайте, наверное, так и сыграем. Короче, в чём прикол? В чём прикол? У нас дополнительная заданица идёт именно на то, что нам нужно, чтобы зомби не растоптали цветы. Это, в общем-то, не особо-то и сложно. Я думаю, что мы с этим разберёмся. Давайте, наверное, ставить вот сюда куда-нибудь. В нашей прекрасной шляпе вот этого грибочка. И теперь ждём Каули Пауэр. Теперь ставим сюда это, а вот сюда вот это. Идеальный расклад получается. В принципе, грибки просто ставим по КД, просто чтобы, ну, они как бы хоть что-то делали. Они нам вообще абсолютно безразличны. Они будут просто стоять. Я даже не буду в них мультовать, скорее всего. Ну, просто как бесплатная рабочая сила. Почему бы её и не использовать? Хотя, может быть, и могу мультовать. Посмотрим. Возможно, вместе с шваброй это будет довольно прикольно смотреться. Такс, найс. Девчик, конечно, интересный получился. Ровно стали за ним стоит. Ну, ничего страшного не бывает. В общем-то, ничего страшного. Такс, давайте сталью сюда впихну, просто чтобы замедлить немножечко. Сразу ставим Каули Пауэр сюда же. Сразу ставим ещё вот это. И сразу ещё ставим вот это. Иде... Ой, вот это не очень хорошо. Почему-то не очень хорошо. Так, дайте я, наверное, сразу вот так сделаю, ребят. Просто, чтобы, так сказать, себя поспокойнее чувствовать. Ну, просто, как бы... Мне кажется, что так будет получше. Не, я как бы не особо запариваюсь. Так бы поскорее бы сожрал. Кстати говоря, он наступил на цветы. Надеюсь, это не будет считаться. Это всё-таки наш Гарганчуа. Не вражеский. Всё хорошо. Не паримся. Это свой. Гарганчуа свой. Так. Чё, мы ещё ставим? Или нет? Пустая? Такс, ну чё, всё вроде бы. Последняя волна. И дело сделано. Как бы... Как бы это не звучало, но всё выглядело... Ну, всё получилось довольно-таки просто. Давайте, наверное, утонём в грибы просто. Потому что они очень неплохо дамажат по всем линиям. И... Изи. Изи, друзья. 800 монет. И плюс улучшение конвейера. Прекрасно. Очень люблю улучшение конвейера. Они сильно влияют на игру. Так. Ух ты. Ё-моё, ёжики. За 11. За 11 уровней нам предлагают 15 семян. Ребят. Ну, я считаю, что стоит рискнуть. Я считаю, что стоит рискнуть. Это будет тяжело. 11 уровней. Это мощь. Это реальная мощь. Но имеет смысл попробовать. Я даже думаю, что нет смысла особого ставить здесь защиту, честно говоря. Вот чё-то мне так вот кажется, если уж честно говорить. Думаю, что, скорее всего, хочу здесь взять нокбэк. Каждый раз будет отталкивать. Мне кажется, что с вот этими сильными зомби мне вот это больше подойдёт. Скорее всего. Посмотрим. Так. Значит, чё здесь получается? Давайте всё уберём. Мне нужен здесь солнечный гриб. Без него никак. Кстати, мы можем его грыдануть, что ли? Погоди. Или мне показалось. Или можем. Блин, ну даже если можем, то, скорее всего, это стоит будет миллиард. Да, пять тысяч. У меня столько нет, к сожалению. Эм, ну чё, хочу ли я что-то менять. Наверное, раз уж день святого Валентина, то менять ничего не будем. Оставим так, как есть. Меня, в общем-то, устраивает всё, что... Using Gold Bloom. Да, здесь нельзя терять растения. Но, ребят, сразу говорю, мы играем на сложном уровне. Поэтому я, в общем, мне пофигу на дополнительные задания. Я буду просто как бы играть, как могу. Мне, в общем-то, реально... Ааа... Это не дополнительное задание? Или дополн... Нет, наверняка это... Нет. Нифига я, кстати, взял этот гриб. Эм, наверняка это дополнительное. Я почти уверен, что это не основное задание. Поэтому всё должно быть чики-брики. Так, давайте куда-нибудь сюда, наверное, ставить сталью. Сюда гриб, сюда гриб. Это сработает сюда. А мне нужна швабра. Мне нужна швабра. Во, сработал этот, кстати, перк. Но он пока что бесполезен. Но, как бы, хорошо, что работает. Так, найс. Пока что он, ну, как бы, Каули Пауэр делает своё дело. Надеюсь, что... Угу, спасибо. Встали. Ага, хорош, хорош. Вот это прям, на самом деле, очень в тему. Молодец. И я, если честно, даже не ожидал, что Каули Пауэр так отлично отработает. Так, здесь тоже загипнотизировали. Здесь всё хорошо. Мне бы солнышек побольше. Я уже даже думаю, может ультовать. Потому что что-то солнца не хватает, честно говоря. Раз, два. Вот сейчас будет немножко поспокойнее. Каули Пауэр не забываем ставить. Не забываем. Это дело хозяйское, это дело важное. Не забываем про грибки. Ну и основная, как бы, тема у нас происходит. Вот наши швабры, да, капуточки. Они реально работают, ребята, ровно так, как нужно. Просто вот не докопаться серьёзно. Вот даже при всём желании докопаться не могу. Идеально, идеально работает. Могу ультануть, в принципе, чтобы сыграть. Я не знаю, что-то не важно. Могу снова ультануть. Давайте ультану, ребят. Офиг, не хочу терять грибы. Пускай работают. Они тем более, что, ну, вроде как, молодцы. Хотя бы стопят, как-то. Найс. Найс, найс. Ещё бы, пожалуйста, там. Да, голдблюм, конечно, на уровнях ночных выручает. Это, конечно, дополнительный источник солнышка, который прям очень в тему заходит. Так, ну и вроде бы всё. Слушайте, вообще на изичок, я бы сказал, что размотали этот уровень. Даже и не почувствовал особо. Наш элитный отряд, так сказать, любовный отряд, работает как надо. Каули, пауэр, плюс швабра. Это тупо-тупо. Тупо-тупо, ребят. Ну и вроде бы всё. 15 семян вот этого зверька просто у нас в кармане. Хорошо. А сколько у нас его всего, мне вот интересно? Можем ли мы его открыть? Наверное, открыть не можем, но я бы посмотрел, может быть, 95 из 250. Ещё долго. Ну что ж, уж не знаю. Возможно, что займусь я этим, друзья. Возможно, что займусь, но уже не сегодня. На сегодня будем заканчивать. Если вам понравилось такое маленькое празднование Дня Святого Валентина, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, не забывайте писать комментарии. Конечно же, всё внимательно прочитаю. С вами же был Чинацкий. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.